Ну а, здорово, дорогие друзья! С вами Фрикстер, и сегодня я продолжаю играть в игру Sea of Thieves. И сегодня я решил в одиночку, да-да, именно в одиночку, попытаться выполнить какой-то квест. Так, подождите, это, скорее всего, ящик, который оставили другие игроки. Давайте попробуем его куда-нибудь отдать. Ящик света еще, может быть, стоит попробовать открыть. А ну, сейчас, секунду, читать. Доставка кому? Иона, куда? Лавка диких сокровищ. Ага, окей, лавка диких сокровищ, а это вообще где? Если бы я еще понимал вот эти знаки, я не знаю, только что зашел в мир, и тут вот резко вот такой сундук на земле валялся. Это не явно не иона вроде, да? Так ведь? Вот, сейчас попробуем, конечно, все. Скелет. А, это скелет у нас висит в этой, да, в клетке. Виллоу. Ха, кстати, виллоу. Понимаю. Так. Ну, вроде я здесь никого не вижу такого. Ну, так, точнее, такую Илону. Ага. Это не Тес, точно не она. Ну, ладно. В таком случае давайте пока что с собой возьмем. Если что, где-нибудь мы поплавим. Хотя это можно, думаю, на карте где-то посмотреть, куда нам нужно. Но, опять же, нужно сначала сесть на корабль. Так, ты у нас кто? Там можно запрыгнуть, пожалуйста. Старший Клеркок Мэк. Старшина Клеркок Мэк, скорее всего. Поговорить со Скарлетт. Ладно, давайте пока оставим. Посмотреть товары в лавке. Кстати, я не смотрел товары вот именно здесь. А, вот как раз кастомизация корабля. Вот это вот уже интересно. Тут уже интересно, но кастомизация корабля, я скажу, что очень дорогая. То есть, у меня еще и даже и половина, наверное, за все время, которое играл. Даже и половину, допустим, на вот этот вот якорь как бы и не накопил. Вот, ну ладно. Ладно, что у нас дальше? А у тебя что такое есть? Торговый союз. А, вот нам дают задание. Торговый матрос. Ваша исполнительность послужит для нас залогом, что вы достанете стать частью компании. А, это повышение какое-то. Ну, давайте возьмем. Давайте возьмем. И в командирском столе на... О, покупка повышения. Мне дали. Отлично, спасибо. А дальше нельзя, да? Окей. Ладно. Все остальное мы сможем как бы выбрать квесты в нашей, скажем так, нашей лодке. То есть, мы можем продолжить наше сюжетное приключение, но пока я его трогать не буду. Его я буду выполнять с друзьями. Вот. У вас нет контрольных точек в истории Тилл... А, почему у меня нет контрольных точек в истории Тилл Тилл? Скорее всего, скорее всего, это из-за того, что не я был создателем сеанса. Ну, ладно. Путешествия. Так, у нас тут есть три путешествия, сдающие поединок с подлой флотилией. Точно нет, я сражаться вообще не хочу в этом эпизоде. Так как я один играю, мне будет это сложно сделать. Поэтому плаваю так. Потасовка с бедной командой корабля Стянающий Ад. В погоню за бедной командой. Давайте по очереди. Взять задание. Так, подождите. Предложить еще раз. Еще раз предложить. Голосовать за задание. Так, это уже все. Уже задание выбрано. Потасовка. Окей. За отказ путешествия? Нет, я голосовать за отказ путешествия не буду. И теперь давайте выберем квест. Ух, та, у меня тут два каких-то... Скажем так, два задания. Злобный скелет, мерзкий на вид. И после смерти своей тайны хранит. Получены... Получено задание? Ну, то есть, я так понимаю, два выполнить нужно. Капитан Девятихвостая Катарина. Недавно видели на острове три утеса. Ага. Его череп откроет, и где спрятан был клад. Будет повержен мертвый пират. Его череп откроет, где спрятан был клад. Как там? Утес, утес, утес. Нужно искать. Как же... А, вот, три утеса, по-моему, так и называлось. Давайте пока отмечу. Сюда выберемся. Три утеса. Три утеса. Да, правильно, все. Это у нас остров Три утеса. Ну что ж, держим курс юго-запад. Точнее, юго-юго-запад. Вот так вот. Держим курс на юго-юго-запад. Так, ну, будет тяжеловато мне управляться этим всем. Ну, во-первых, давайте снимем с ручника. Поднимем якорь. Три утеса. Ага. Давайте сейчас еще откроем. Спустим паруса, если быть точным. Юго-юго-запад. Нам нужно немножко повернуть. Как бы мне на вот эту скалу не напороться? Ну, думаю, я довольно-таки маневренным буду на легкой лодке. Да, намного лучше повороты. Вот так надо, наверное, немножечко правее дать. То есть немножко, скажем так, западнее. Западнее. Вот. И, скорее всего, тот остров, который был впереди нас, это как раз и был остров с тем самым три змеи или как там. Мы, в принципе, можем отсюда встать. Давайте. А, здесь у нас нет... А, подождите, или есть. Хотя тут, да. Вот тут у нас... Да, вот прям по пути три утеса у нас. Фактория три шага на восток. Фактория, кстати, это там, где, по-моему, если не ошибаюсь, нужно отдавать всякую рыбу жареную, пережаренную продавать и так далее. Ну, что ж. Давайте пока плывем. Как только будем близко к острову, в принципе, можно будет уже сбросить якорь, поднять паруса. Ой, то есть опустить паруса. Это будет правильнее так звучать. Так, что ж у нас тут такое? Три утеса. Ага. Почти очень близко. Давайте, наверное, чуть-чуть, чуточку ближе, чтобы слишком долго на корабль не отправляться. То есть не идти туда. То есть с сундуком будет очень сложно плыть. Дэша нет, быстрого плавания нет, так что будет довольно-таки неприятно. Ну, ладно, вроде бы остановились, вроде бы хорошо. Так, надо на всякий случай... Я так и не облутал на острове ничего. Меня вот учат, учат, что даже в комментариях, даже, как бы, франочка, с которой я играл, тоже мне постоянно говорит, ты собирай все, что есть в бочках. Ну, я так не слушаю. Ракушка обычная. Не слушаю, ну, точнее, нет. Я слушаю, но я просто забываю про это все. Так, еще раз, что там нужно по заданию? Злобный скелет, мерзкий на вид. После смерти своей тайны хранит. Капитан Девятих. Я так понимаю, нам нужно сразиться с этим скелетом. Так, здесь, да, у нас должен быть этот скелетик. Так, усиленная атака. Думаю, самая оптимальная против скелетов, особенно, когда они блокируются. Это прям то, что как раз нужно. Так, ну здесь я больше... Ага, здесь у нас какие-то бочка. Давайте все забирать. Ага, вот еще скелет. Отлично. Вот дэш, ну, то есть усиленная атака, это самая, наверное, самая классная вещь, которая, в принципе, пока что есть. Ну, в плане атаки. В плане атаки, потому что обычные удары иногда просто действительно не проходят из-за того, что скелет или другой пират блокируют ваши атаки. Хотя другие игроки, ну, то есть другие пираты, в основном не блокируют ничего. О, а вот череп. Отлично. И шлюпка. Шлюпка, это хорошо. Так, а что у нас? Я боюсь сейчас, что ко мне сзади идут. Да. Так. Пока что череп. Ой. Тут сзади подошел еще один. Давайте постреляем их. Наверное. Что-то их многовато. Ух ты, я промазал вплотную. Вау. Кстати, они не умеют плавать, так что, если вы хотите от них убежать, просто прыгайте в воду. Так, последний патрон остался. Отлично. Вроде бы все. Здесь как бы еще шлюпку можно толкнуть. Так ведь. Я хочу посмотреть, что у нас. Ладно. Я так понимаю, они будут бесконечно спавниться. Кстати, здесь только двойной удар есть. То есть дальше комбинация длиться не будет. Вот как видите, они блокируют атаки. Так что лучше выпады делать. Хорошо. Отлично. Надеюсь, больше никто не будет спавниться. Так, я хочу открыть вот эту вот... Да. Вот эту штуку. Это как бы... Ага, вот. Как раз капитан Девятихвостая Катарина. Вот как раз с ней нам посражаться и нужно было. Отлично. Отлично. Даже ее зацепил. Когда усиленную дал. Я так понимаю, это дамочка. Где? Куда делась? Ага. Еще раз. Ну, этим, опять же, скелетам нужно довольно-таки много ударов. Во, еще один череп. Вы победили капитана Катарина. То есть это два одинаковых черепа, насколько я понимаю. Так ведь? Так, нет. Весла грести мне не надо. Мне... Да, два одинаковых черепа. Скорее всего, кто-то другой какой-то игрок уже... Уже... О, кстати, ананас первый раз вижу в игре. Вот. Скорее всего, какой-то другой игрок уже... Уже сражался с ней, выбил череп, но не подобрал каким-то чудом или что-то такое. Так, но я еще пройдусь по бочкам. Вдруг здесь что-то такое интересное есть. Тем более, на земле могли валяться еще какие-то приятные штучки. Поэтому дело такое. Давайте мы еще попробуем толкнуть шлюпку, толкнуть. Окей. Могу я забраться как-нибудь? Отлично. И сейчас будем управлять шлюпкой. Управляется она очень странно. Мы просто, скажем так... Так, это скорее всего на вот это нужно. На весла сесть. А и Д это у нас значит, как бы взмахнуть веслом одним из весел. Вот. И если нажимать одновременно А и Д, кнопки, ну, на клавиатуре, то это значит, что мы будем двумя веслами грести и таким образом плыть прямо. Чтобы повернуть, нужно, очевидно, каким-то одним веслом грести. Чтобы затормозить, нам нужно нажать Q и E. Ну, или чтобы повернуть, можно, допустим, нажать на E, допустим, и мы развернем, скорее всего, налево. Ну, наша лодка развернется налево относительно своего носа. Вот как-то так. Нам, я не знаю, может ли вот эта шлюпка присоединиться к самому, скажем так, ой. Давайте затормозим на Q и E. Окей, может присоединиться ли к самому маленькому кораблику? Нет, 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 пожалуйста, не тарань. Так, ну давайте здесь встанем. Наверное, я цеплять эту лодку не буду, я просто черепа на корабль закину. Так, а можно мне как-нибудь... Ага. Так, просто вот здесь наверху оставлю. Если что, если что, наступит ночь, и чтобы меня не заметили, я могу потушить факела, но из-за вот этих черепов меня могут заметить. Так что мы можем просто-напросто взять и, допустим... Как же их... Хм, как это объяснить правильно? И мы можем их отнести в трюм. Вот, ну что ж, давайте, наверное, поднимем якорь. У нас как раз кораблик сам развернулся должен, если не ошибаюсь. Так, и куда нам вообще нужно? Нам, скорее всего, нужно просто отнести теперь это все. Так, теперь нам... Ой, а что-то, когда я в карту залезаю, у меня, знаете, вот эти вот... Как бы это сказать, темные такие блики. Мелькает, мелькает все. Ну, наверное, назад мы отправляемся на Форт-Пост. Последний приют, скорее всего. Так, ну такое чувство будто... Ага, мы еще... Мы полный круг сделали. Ну, то есть я полный круг сделал. Сейчас я развернусь. Давайте, наверное, в другую сторону поверну. Вот так вот. То есть на самой маленькой шлюпке ориентируют эти вот золотые, как это сказать, держаки, ручки. Это как раз означает то, что нужно... То, что поворачивает в определенную сторону. Но если больше корабль, то там как бы нужно несколько оборотов сделать штурвала, чтобы правильно как бы отправиться. Так, где у нас еще раз, еще раз, еще раз? Вроде бы остановился. Да, вроде нам по прямой нужно плыть. Здесь как бы не сильно далеко. Так что спускаем паруса. Я думаю, да... О, ветер вообще идеален. Ветер вообще идеален, смотрите. Прям аж хорошо. Вот эти черепа еще немножко странный звук издают. Но, думаю, это, кстати, добавляет атмосферности. Хоть какой-то звук на самом-то деле, потому что в игре отсутствуют свои собственные звуки. Ну, музыка. То есть музыка играет только когда там боевые баталии. А просто когда плывешь, здесь единственный вариант развлекать себя самому. Где, допустим, вот берем... Берем, как это, лютня, если не ошибаюсь. И просто-напросто играем на ней. Как-то так. Кстати, ну, возможно, в прошлых эпизодах вы уже наблюдали эту музыку. Я не помню, у меня один из эпизодов стерся из-за того, что у меня вылетела игра. И, в общем, если вы пьяны, то начинаете очень сильно фальшивить на этих музыкальных инструментах. Так что, да. Вас могут сразу определить, что вы пили. Если вы в команде играете. Ну, да ладно. Ну, в принципе, знаете, такой квестик простой. Простой для новичков. Но, знаете, вот такие вот квестики очень хороши. Хотя бы в том плане то, что можно и в соло выполнить. Так, Фордпост, последний приют Галеона. Вот нам, скорее всего, нужно сюда. И там вон еще значок у нас, как бы, как он называется. Разрушитель завесы, если не ошибаюсь. Так, и по прямой. Окей. Сейчас мы поднимаем парус. Он очень медленно поднимается. Я боюсь, я сейчас врежусь. Так, о. Почти идеально там он. Ить, 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 ить. Титаник позавидовал бы моему везению, конечно. Так, ну я сейчас пойду относить череп. Но, знаете, есть такой шанс, что ко мне кто-то подойдет. Ну, залезет на корабль. И просто свистнет мой второй череп. Такое, как бы, вполне возможно. Кстати, тут кто-то лодку свою разбил. Но это не другой игрок. Это как интерьер. Но, тем не менее. Так, где у нас дамочка с черепами? Вот она вроде. Да, это ей нужно отдать череп. Опальный трофейный череп. Дали 292 монеты. Окей. Ну, и еще один черепок. Ну, я не думаю, на самом-то деле, что это все. Но, на самом-то деле, это очень мало. Очень мало. Очень маленькая награда. Точнее, ну, не награда, а то, что я принес. Всего лишь два таких черепка. Да, это действительно мало. Ну, опять же, задание для новичков. Так что, в принципе, в какой-то степени сойдет. Сойдет на первое время. Ну, надеюсь, сейчас... Ну, не сейчас, скорее всего, квест новый начну. Потому что квесты здесь очень долго длятся. Ну, опять же, большую часть времени занимает плавание от пункта до пункта. Вот. А самая интересная часть как раз происходит на островах. Так что, дело такое. И вот это плавание довольно-таки много времени отнимает и утомляет немножечко. Но все равно, так или иначе, интересно. Так, я выполнил квест или нет? Да, выполнил. И мне еще один. Но это продолжение этого же квеста, я так понимаю. Так что его мы тоже пойдем сейчас выполнять. Так, я хочу выступать эмиссаром душ, ордена душ, если что. Так что буду стремиться к этому, потому что здесь квесты со скелетами. Злобный скелет, мерзкий на вид. И после смерти свои тайны хранит. Все тот же стих, кстати. Капитан Холландстойкий. В последний раз заметили на острове Риф Акулий Зуб. По-моему, я там, кстати, уже был. По-моему, я там был. Ну, ладно. Ничего. Ой, точно, точно, точно. Сейчас мы отправимся на сушу. Где-то здесь. Точнее, не на сушу, а просто вернемся в островной, скажем так, поселок. Я не знаю, как это назвать. Островную базу. Вот. И здесь мне нужно пополнить патроны. Мне нужно пополнить патроны. Было бы очень неплохо. Давайте червей насобираем. Если что, можно... Опять же, я уже рассказывал. Да и Франочка говорила в прошлых эпизодах, что можно ловить рыбу и ее продавать. Повышать репутацию с... Как же их называют? С рыболовами. Ну, я не знаю. Не помню, как их точно называют. Кстати, еще вот эта бомбочка, что я держу в руках. Если мы заряжаем пушку, то у пушки появляется эффект поджога. То есть мы можем поджечь при попадании этим ядром вражеский корабль. Так что, если вы хотите, допустим, там, выстрелить и зажечь корабль, то держите в руках вот эту штуку. Эту плюшка. И это будет, думаю, довольно-таки полезно. Опять же, мало того, что врагам придется тушить... Это что-то крюк. Его нельзя опустить никогда, этот лебедку. Мало того, что врагам придется, как бы, скажем так, корабль свой ремонтировать и убирать оттуда воду, так его еще придется сверху, допустим, тушить. Так что вот так. Ну, у меня, в принципе, забит инвентарь. А что здесь у нас еще есть? Что-то такое... Чувство, что здесь что-то должно быть. Но, видимо, нет. Я просто забрался сюда посмотреть, что здесь. Ну, давайте червей наберем. Почему бы нет? Вот червячки тоже, как бы... Так, а здесь можно в воду попасть или здесь просто разобьюсь? Скорее всего, просто разобьюсь, да. Так, ну, надо быть аккуратным. Надо сделать селфи. Блин, а здесь можно делать селфи? Мне интересно. Можно как-то... Давайте я посмотрю в настройках управления. Клавиатура, мышь, рывок, прыжок. Дополнительное взаимодействие. Инвентарь. Гарпун. Книга заданий. Шлюпка. Быстрый доступ. Радиальное меню. Так как... А, инвентарь, понял. Интерфейс. Включить, выключить интерфейс. Ух ты, кстати, а это было бы неплохо для меня. Опять же, те же скриншоты делать. Стратегия оповещения передмет. Ну, ладно, неважно. Так, ну, теперь придется спускаться. Я думал, здесь можно где-нибудь спрыгнуть и сразу добраться до низа. Низа. Блин. Нет, 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 нет. Туда я точно падать не хочу. А я как-то сюда забрался. Почему здесь все так странно? Ну, ладно. Давайте немножко поднимемся. Ребята, я извиняюсь, что по графике немножечко как бы не максимальная она. Но так хотя бы меньше лагает. И, думаю, приятнее смотреть. Даже, ну, то есть в окошке Ютуба это... Не все открывают на весь экран. Не все смотрят на компьютерах. Некоторые на телефонах. Поэтому, как бы, думаю, такое разрешение, в принципе, уместно вам просматривать. Я бы, конечно, поставил максимальную картинку. Но, к сожалению, система не позволяет. Хотя буквально пару лет назад, в принципе, все было идеально, можно сказать, с новыми играми. Сейчас даже вот такие вот игры с, скажем так, с такой, ну, не сказал бы, что прям шикарнейшей графикой. Но с обычной графикой уже начинают показывать какие-то просятки в фпсах и так далее. Так что тут уж, простите. Но, думаю, смотреть все равно как бы в какой-то степени достаточно нормально. Так, ладно, разворачиваемся. Сейчас у нас корабль сам должен повернуть. По-моему, мы должны снять с якоря. Ой. И как только снимаем с якоря, должно все повернуть. Ай, подождите, подождите, подождите. Здесь я кое-что забыл. Здесь нам нужно сначала все-таки посмотреть, где этот остров находится. Так, давайте вот сюда. Все. Разворачиваться не должно. Так, ну и будет... Ух ты, е-мое. А что, у меня пробоина где-то? Скорее всего, там, где... Я врезался в... Как же его? Так, где... Где-где-где-где-где? Где у нас пробоина? Да, все-таки я, когда врезался в скалу, у меня появилась пробоина. Ну, надеюсь, более нигде нет. Вроде бы нигде нет. Довольно-таки здорово. Прихожу на корабль, а тут... А тут дыра, так скажем. Да. Так, ну, вроде нормально. Вроде бы как спас корабль. Я удивлен, что он не затонул уже. То есть я довольно-таки долго в какой-то степени был на суше, поэтому... Даже хз. Кстати, сейчас нужно все сложить в бочке. Чтобы у меня запас был в бочках непосредственно. А не у меня в инвентаре всякие вот эти ядра были. Ну, смотрите, слушайте, очень много ведер здесь. Так, мне кажется, все-таки где-то еще пробоина есть. Так, ты где? Ты где? Я не вижу здесь пробоины, но она, скорее всего, есть. Вы не видите пробоину? Она есть. Потому что и то, что я выгрибаю, должно было бы уже, как бы, остановиться, протекать. Так, я попробую снаружи посмотреть. Снаружи ничего такого нет. Ух ты. А, показалось, 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 что там сундук на дне. Ну да, сейчас бы возле форт-поста, как бы, сундук. Ой, что это? Как будто бы, знаете, звук такой, как будто бы в уши вода попала. А, отвратительно. Блин. Я один его слышу. Ужасно. Просто ужасный звук, когда вода в уши попадает. Плюс в чат, кто тоже терпеть не может. Ну, хотя, думаю, мало таких, кто любит. Блин, да что ж такое? Или это... Ну, если это механика игры, конечно, круто, что сделали подобное, но... Все равно. А можно мне, пожалуйста, этот сухой корабль? Так, ну, думаю, если мы вытащим хотя бы некоторую часть воды... О, наконец-таки, нормально прошло. Бочка с водой использовать. А как ее использовать, кстати, я не знаю. На Q, на E, нет. Ни на что не работает. А, наполняется вода. Не, спасибо, мне не нужно наполнять воду. Блин, да лол, где эта гребаная дыра? Что-то слышу. Или это просто на волнах шатается корабль, скорее всего. Давайте мы попробуем взять доски и поискать. Так, если я наведу, оно должно как бы показать, что вот, заделайте здесь дыру. Здесь нигде нет. Так, а давайте с той стороны посмотрим. Ну, не думаю, что... Как бы... Здесь нет больше... Негде больше. Негде больше. Откуда вода? Понятия не имею. Так, ладно, давайте немножко проплывем вперед. Может быть, тогда увидим. Увидим. Так, давайте. Опустим немножко паруса. Так. Ой. Я случайно вылил назад. Так. Так. Угу. То есть, вот видите, у меня сундуки уже... Ты откуда? Откуда ты рьешься? Хм. Очень странно, на самом-то деле. Максимально странно. Ну все, я как бы иду ко дну. Мне нужен новый корабль. Хм. Да, блин. Это ненормально. Хотя, вроде бы, вроде бы теперь все нормально. В какой-то степени. Так, давайте поднимемся наверх. Посмотрим, куда нам. Сейчас нужно поднять паруса и спустить якорь. Потому что, возможно, я просто не в ту сторону плыву. Я уже очень много времени сейчас просто трачу на то, чтобы... Чтобы просто-напросто слить воду. Слить воду из трюма. Трюм ведь называется? Блин, опять, смотрите. То есть, у меня... А, наверное, подождите. Может быть, из-за того, что я в окно выливаю, все так плохо работает. Знаете, как будто бы... А. А, ну да. Я просто... Я думал, что в окно нормально выливается. Но все выливалось назад. Фрикстер тупой. Простите, ребят. Но это правда. Я не хотел. Так, я куда-то плыву. Куда мне вообще нужно? Убежище проныры? Нет. Так, кстати, нужно здесь убрать последний. Я уже забыл на самом-то деле, как называется этот фортпост. Ну, не фортпост, а как же его? Место задания. Риф акулий зуб. Риф акулий зуб. Остальной зуб вижу. Но это фортпост. Риф акулий зуб. Арка акулий плавник. Башня морского чудовища. Риф. А, вот риф акулий зуб. Вижу. Так, нужно двигаться на юго... Юго-запад. Так ведь? Правильно? Так, ну что, полетели. Юго-запад. Поднять, конечно же, якорь для начала бы. Так. Отлично. И теперь... Юго-запад. Ой, довольно-таки далеко. Нужно развернуться. Можно сказать, даже больше, чем на 90 градусов повернуть. Так, и... Вот как-то вот туда, да. Плыть. Отлично. Все, теперь должны... Нормально двигаться. Блин, а вот ветер теперь не... 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 Как бы не... Не мне в пользу идет. То есть, прям против... Против ветра все. О, музычка? Да ладно. Ура! Хотя, скорее всего, это другой корабль где-то. Но нет, вроде все хорошо. Вроде все хорошо. Так, двигаемся... Ага, чуть... Чуть правее. Точнее, чуть... Левее повернуть. Левее. Так. Вроде бы как развернулся. Чуть левее от вот этого острова, который впереди нас. Повернем. Да, вроде нормально. Все, отлично. Держимся прямо. Вроде бы все. Да, как раз идем туда. Давайте сейчас как раз спустимся и настроим карту получше. Чтобы было видно, куда мы отправляемся, куда мы двигаемся. Вот, сверху. И также теперь нужно заполнить все бочки. Потому что, как бы, мне сейчас эти вещи не особо нужны. Так, здесь у нас еда. Давайте кокоса оставим. Кокос будем есть. Можно выпить немножко рома. Ну, так как я один на корабле, это довольно-таки рискованно. И я, наверное, не буду это все делать. Так, а где у нас еще бочки? По-моему, вот эти. Блин, а где бочки для снаряжения? Я понять не могу. Вроде бы... Ну, нет. Или они... Стоп, они, по-моему, красного цвета такие. А, да, вот они. Да, все правильно. Сразу наверху. Это очень удобно, кстати. Вот почему, мне кажется, предпочитают в основном маленькие корабли. Игроки. Так, а что, куда у нас там? На этот остров мы оплываем. Это как раз тот остров, где мы... Вот этот вот. Где мы, если не ошибаюсь, нашли прошлые черепа. Сейчас двигаемся дальше. Кстати, давайте по компасу, наверное. Ну, компас у нас вот прям возле корабля есть. Ну, то есть возле руля. Возле штурвала. Прошу прощения, дорогие друзья. Извиняюсь за мою неграмотность. Так, и желательно бы перекусить, мне кажется. Как он кокос просто так ест, зубами. Понимаю, понимаю. Ну, ладно. Так. В принципе, можно сыграть музычку, пока не доплыли. Но, думаю, уже скоро довольно-таки. Давайте что-нибудь поиграем. На чем мы можем? На барабанах. А это что у нас? Это, по-моему, петь. Ой, нет, не то. А я не могу ничего петь, потому что музыки нет, да? Я так понимаю. Окей. Но, кстати, я никогда не пробовал в граммофон ничего петь, пока музыка другая играет. Не, не то. О. Вот это получше будет, но, правда, тут... Ой. Там туча из корабля. Это значит, что... Там враги. Неудача. Ой, кстати, блин. Если же ливень, это у нас заполняется трюм. Да. Да, так что мы просто сейчас должны работать ведром, а не музыкальным инструментом, скажем так. Тут неудобно то, что нужно подниматься аж на самый верх. Если хочу воду как-то из этого... Из трюма вытащить. Так, что у нас? Мы почти доплыли. Нужно немножко повернуть. Я так понимаю, у нас сам по себе... Начинает двигаться, скажем так, штурвал, потому что... Ну, то есть, волны нас толкают, он сам двигается. Так, подождите. Не туда я. Не туда я развернулся. Немножечко юго-западнее. Точнее, южнее, южнее, если быть точным. Так. Вроде бы вот так вот. Сейчас посмотрим. Да, отлично, прям по прямой идем. Скорее всего, да, это вон тот остров. Око-Бури. Но Око-Бури, это, скорее всего, вот этот вот остров. Который впереди. Который вот. Вот тот. Да, нам нужен немножко другой. Тот, который чуть впереди. Ну, знаете, на самом-то деле, в принципе, и в одиночку тоже вполне нормально можно играть. Но, опять же, если в одиночку играть, это чисто за сокровищами плавать от острова до острова в надежде на то, что вас никто не будет атаковать. Если же уже сражения начались, то тут, конечно, без команды не обойтись. Это вот, откровенно говоря, дело такое. Потому что, если вдруг, если вдруг будет сражение, это нужно вам. Во-первых, управлять кораблем правильно, грамотно. То есть, это нужно и паруса там правильно поставить, и штурвалом управлять, и на якорь в нужный момент скинуть, и так далее. Во-вторых, вам нужно стрелять из пушек. То есть, это носить ядра, если они у вас заканчиваются правильно, точно попадать из пушек, как бы грамотно все это делать. Также параллельно вам, скажем так, нужно, если бы вам попали, залатать пробоины. Вытащить воду из трюма. Точнее, снежные палубы вроде это называется. Или все-таки это трюм. Так, а вот корабль что-то... Туча с кораблем что-то максимально близко становится. Мне не нравится. Вот. И, в общем, это все... Это многозадачность для одного человека очень-очень сложна. Так, здесь, кстати, бочки по левому борту. Но там ничего не блестит, значит, что в них ничего такого нет. То есть, обычно, если в бочках что-то блестит, значит, скорее всего... Так, давайте мы опустим якорь. И поднимем паруса. Отлично. Отлично, отлично. Так. Вроде бы все. Ну, на корабле у меня ничего нет, так что даже если кто-то попытается меня обокрасить, как бы красть нечего. Можно, в принципе, рыбку половить. Ух ты, а вот и скелеты. Здравствуйте. Так, ну опять же усиленно... Ух ты, не дотянулся. Кстати, если мы не попадаем нашим усиленным... Нашей усиленной атакой... То у нас, как бы, есть задержка. О, кстати, сейчас кое-что сделаем. Отлично. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я сам себя подстрелил. Может быть, это не очень хорошо, конечно. Давайте сейчас перекусим. Так. Хорошо, съедим манго. О, кстати, оно неплохо восстанавливает здоровье. Так, вроде бы восстановились. Но, все-таки, если собрались стрелять по бочкам пороховым, то тут просто подальше. Находитесь от них. Ну, их в баню. Можно попробовать, кстати, сейчас убить главарю пиратов при помощи вот этой вот баночки с... Взрывной или с горючей смесью. Не знаю, как правильно. Такая музычка начала играть. Скорее всего, здесь главный скелет появился. Так, что здесь еще у нас есть в бочках? Так, еще и да. Ага. Отлично, трипл шот. Понимаю. А, как хорошо. Ну, слушайте, неплохо. Неплохо попадание идет. Можно, в принципе, свининку поубивать, а свининку пожарить. Но я пока не буду этим заниматься. По поварствам, точнее, готовкой нужно заниматься, когда в команде. В соло пока это не особо нужно. Опять трипл шот оформлю. Оформил. Отлично. Хорошо. Так, ну и теперь должен уж точно главарь этих всех скелетов появиться. Ага, во, появился. Появилось, появился, появилось, не знаю. Метаемое оружие. Так, ага. Можно мне пробежаться? Спасибо. Не хочу именно в них кинуть этими бомбочками. А, отлично. Ой, как хорошо. Еще. Правда, я тоже немножечко подрываюсь. Хорошо. Все, закончились. Остался последний. Давайте мы в него из мушки это постреляем. Ой. Он довольно быстро двигается. Все, у нас закончились снаряды. Хорошо. О, отлично. Повинуясь ордену. Мне дали достижение. Но это, скорее всего, из-за того, что я уже выполнил одно первое задание, можно сказать, ордена душ. Но больше, вроде, черепов там не было, если не ошибаюсь. Путешествие закончено, мне пишут. Грустно. Грустно, когда путешествие заканчивается. Так, ну что ж. Теперь нужно выбрать маршрут. И маршрут, скорее всего, куда-нибудь форт. Нам нужно вот в один из фортов. Так понимаю, долина кладов. Ага, форт-пост. Не, или на форт-пост все-таки. Ну, давайте попробуем форт. Не, по-моему, это не то. Вот, форт-пост. Нам точно нужно на форт-пост. В общем, на юг. Держим маршрут на юг. Так, теперь просто разворачиваемся. Немножечко. Ага. Нет, стоп, подождите. Нужно прямо, прямо двигаться. Здесь мы сейчас просто-напросто снимемся с якоря. И уже можно будет сразу пару... Ух ты, блин. Это череп опять здесь. Я не знаю, как я буду мансить от этих всех пиратов. Ну, от этих всех, скажем так, кораблей-призраков. Но мне придется. Мне придется, иначе я просто-напросто разбьюсь. Иначе меня просто убьют. Скорее всего. Но я постараюсь. Но я постараюсь. Так. Блин, да ладно. Я еще... А, я на мель сел. Где? Заколотить, заколотить, заколотить. Вроде бы все. Водичку. Выплеснуть. Все. Вроде хорошо. Вроде нормально. Так. Ну и теперь немножко повернуть южнее. Хорошо. Главное действительно не попасть на этих пиратов-призраков. Ну то есть нет. С ними круто сражаться. Но не в морском бою. То есть именно сражение один на один. Без всяких там пушек и тому подобное. С ними вообще очень классно биться. Но вот... Из пушек стрелять как бы я не особо умею. Даже если вот в команде играть. Из пушек стрелять очень сложно по ним. Но при этом они почти постоянно попадают. Поэтому в этом есть сложность. Ну да ладно. Окей. Мог бы наткнуться на вот этот вот страх Титаника. Но все нормально вроде как. Ну и по-моему нам теперь нужно вперед. Просто вперед. Вон вроде я этот остров даже вижу. Точнее форт-пост. Так понимаю. На любом из форт-постов находятся все вот эти... Как же их скажем так? Ордена. Так. Давайте немножко еще повернем. Чуточку. Ой. Там я вижу корабль какой-то впереди. Возможно это корабль... Два корабля. Ага. Ну то я предполагаю... Вот тот корабль это да. Другие игроки. А вот это... Скорее всего да. Либо тоже другие. Да. Скорее всего другие тоже игроки. Придется вплавь что ли. Вплавь добираться до острова без корабля. И просто-напросто приносить этот черепок. Ну возможно меня сейчас попробуют подбить. Попробуют подбить. Там вон скорее всего на тот шлюп тоже уже взяли курс. Большой фрегат. Если не ошибаюсь называется. Корабль. Не. Вроде смотрите. Вроде как-то мирно. Не хочет сражаться. Не хочет стрелять в него. Так. А где у нас... Вот тот череп у нас далеко. Ой. Там вон какая-то плюшка валяется. Там скорее всего сундук какой-то. Но... У меня пока нет возможности за сундуками гоняться. Мне вот черепушки это самое то. Самое то в соло игре. Вот черепа это хорошо. Сундуки в соло игре... Нет. Сундуки... На сундуки очень много как бы... Кто может напасть. Вот. Поэтому здесь нужно быть аккуратным. Так. Немножечко еще повернул. Вроде как... Вроде как... Ничего. Так. Нужно посмотреть. Это хоть форт пост или нет? Блин. Не туда я плыву. Не туда я плыву. Ладно. Нужно обойти... Вот этот вот остров. Ракушечную отмель. И проплыть чуть дальше. Так понимаю вон там за скалами. Ой. Там что-то блестит. И игрок другой. Здравствуй. И череп. Ну точнее скелет другой. Ну я проплыву. Я помахать им. Я не знаю. Могу не могу. Но. Пока что туда я не пойду. О. Как раз вот по прямой двигаться. И мы будем там где надо. Но здесь скалы. Поэтому придется как-то обойти их. Ну знаете. Я уже начал привыкать. Немножко потихоньку. Играть. И управлять кораблем. Слушайте. Очень здорово. На самом-то деле. Очень-очень круто. Придумано. Ну то есть. Вы можете. Ммм. В любом случае. Поиграть в какую-нибудь игру похожую. В том плане. То что вы можете там. Поиграть в Assassin's Creed Black Flag. Или где еще там. В играх. На кораблях плавать. Так ведь. Но там все максимально просто. Там ты. Ну как бы. Нажимаешь кнопку W. И плывешь вперед. Поворачиваешь камеру. Нажимаешь кнопку W. И плывешь вперед. Но. Здесь нужно именно. Настраивать парус. Управлять штурвалом. Следить за якорем. И так далее. Это очень-очень здорово. Так же выстрелы из пушек. Здесь нужно каждую пушку отдельно направлять. Не факт что попадешь. Здесь механика полета ядра. Прям максимально крутая. Оно летит правильно. Оно не летит прямо вот в цель. Как тебе. Вот ты нацелился туда. Оно не летит в цель. Оно летит по дуге. И нормально падает в воду. Как в обычном нормальном. Как бы скажем так. Как в обычной нормальной жизни. Настоящей. Вот. Но. Как бы. Этим. Как раз хороша. Эта игра. Так. Ну вот. Нам вот. На вот этот фортпост нужен. Который по левому борту. Я думал. Это не он. Но. Отправлю сюда. Кстати. Как раз на закате. Смотрите. Как раз на закате. Мы заканчиваем эпизод. Это прям романтик. 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 Очень здорово. Так. Да. У меня конечно паруса неправильно выставлены. Но да ладно. Пока что. Едем и едем. Точнее. Плывем и плывем. Или как. Как правильно. Дорогие друзья. Чати. Не чатик. Напишите в комментах. Как правильно. Плавать или ходить. Плавать или ходить. Корабли плавают или ходят. Я как бы не шарю. Думаю. Знающие есть. Поэтому напишите. Так. Ой-ой-ой. А тут. Довольно-таки. Странный какой-то форт пост. Здесь нужно найти прям. Причал правильно. И знаете. На самом-то деле. Когда я услышал первый раз про мегалодона. Я думал. Что реально будет прям максимально огромная акула. Но на самом-то деле. В какой-то степени я разочаровался в мегалодоне. Потому что это довольно-таки маленькая акула. Похожа на обычную. Если честно. Вот. Так. Закрываем тут все. Почти на мель сели. Скорее всего и сели. Так. Забираем трофей Ордена душ. И в принципе. Все. Квест выполнен. В какой-то степени. Давайте мы отнесем это все сюда. Ну здравствуй. Ритуальный череп. Опальный трофей. Ритейный череп продан. Так. Мы здесь ничего до сих пор не можем. Ну смотрите. За черепа мало дают денег. Но. Я помню. Один череп принесли. И за него прям что ли там. Пять тысяч. Или семь тысяч с лишним дали. То есть очень-очень здорово. Так. Ну все. Сегодня была такая поездка за черепами. Более квестов нет. Значит что мы выполнили все что можно. Поэтому дорогие друзья. Не забывайте. Что вы можете оценить видео лайком. Не забывайте также. Что похоже. По ходу прохождения. По ходу прохождения. Есть конкурс на канале. На эту самую игру. Sea of Thieves. Как только будет пятнадцатый эпизод этого. Этой игры. То тут же я разыграю два ключика для этой игрушки. А пока вы можете посмотреть условия конкурса в сообществе на YouTube канале. Вот. Так же не забывайте. Что если вы здесь впервые. Вы можете подписаться на канал. Тем самым отслеживать все мои видосики. Я не только по этой игре делаю видео. По самым разным. Так что оставайтесь со мной. Надеюсь у меня здесь вам понравится. Вот. И вы замечательная публика дорогие друзья. На этом все. Всем спасибо. И всем до скорых встреч. Всем пока.